Под председательством президента Анатолия Бибилова состоялось заседание правительства. В начале работы глава государства призвал население Южной Осетии к социальной ответственности, подчеркнув, что принятые в начале года профилактические мероприятия по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики были правильными и своевременными. Ситуация в республике Южной Осетии остается сложной. К сожалению, мы видим увеличение количества людей, которые заразились этим вирусом. На сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, все, что необходимо для того, чтобы оказать помощь тем людям, которые находятся на стационарном лечении, у нас есть. Все медикаменты, они находятся на месте. И, конечно, надо думать про следующие дни. Без сомнения, лекарственные препараты, они расходуются. И те финансовые средства, которые были выделены через бюджет республики Южной Осетии, они должны способствовать тому, чтобы никаких в дальнейшем проблем с лекарственными препаратами и всем необходимым, в том числе оборудованием, которое необходимо. Далее участники заседания приступили к рассмотрению повестки дня. Исполняющий обязанности министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Георгий Точиев вынес на обсуждение вопрос об утверждении перечня мероприятий по предотвращению распространения на территории Республики Южная Осетия коронавирусной инфекции COVID-19. В перечень вошли два пункта. Перечень включает в себя несколько наименований мероприятий, а именно оплату труда медицинских работников и работников комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Южная Осетия, закупку медикаментов, средств негидальной защиты расходных материалов и оборудования вирусологической лаборатории. В целом общая сумма составляет 49 183 370 рублей. В соответствии с решением сопредседателя Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией, от 3 ноября 2020 года всего Министерства здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия было выделено 42 906 981 рублей. Комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Южная Осетия 6 276 389 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказании Российской Федерации финансовой помощи Южной Осетии, составил 49 183 370 рублей. Предложение было одобрено единогласным решением. В рамках заседания также было принято решение внести изменения в постановление правительства Республики Южная Осетия от 5 июня 2020 года. Анжела Кокоева, Тамерлан Кустраев, Арнольд Харебов, Зарина Таттаева, информационный выпуск сегодня.